Добрый ранок. Извините, что мы национировали подеи в ночи. Трошки позднее, чтобы было коротко о подеях в ночи. Зараз в Киеве на каждом перекресте стоит милиция, которая проверяет все машины, которые могут затариться грузом. Проверяет на наявление, что в машинах. Может видно, с этой стороны стоит одна из машин патрульев. Они находятся каждый квартал, на каждой улице, на подъездах до центра. Все машины, которые имеют какие-то габариты, они остановят. Сейчас мы идем в Больфюцентре, где наши журналісти попробовали найти хлопцев, которые были в ночи, когда разгранили Майдан. Мы попробуем узнать из первых слов, что там произошло в ночи. По последним данным, в ночи начали собирать звук, который был на Майдане. Они должны были установить новую сцену с звуком. Звук, который установили, привезли из Кищатика две машины. Люди пошли смотреть, где будут установить паркани. В этот момент на Майдане осталось около 150 людей. Кажут, начали заносить какой-то дом до ялинки, который остановили. Потом заварилась сварка. Кто-то начал упасать, какая-то бийка заварилась. Покорствовавшись наших хлопцев, которые могут захопить или спровоковать людей. Потом начали подтянувшись ОМОН и Беркуты. Покорствовавшись в горы сразу. Вместо того, чтобы остановить суточку, они подлезли окружать стелу, где находился табор, где находилась кухня и где находилась до этого сцена. И начали просто разбивать людей кровь. То есть им не было разогнать. Им не разогнали, они примусово защищали. Кто на дороге спринял, они его отлупашовали в мясо, даже если человек уже валялся на земле. Сейчас третий раз позже будет включение, где должны быть хлопцы, которые находились на Майдане. Они смогут детально рассказать, что это произошло. Повернемося за 10-15 минут.